Каждая культура по-своему интересна и занятна. У любой народности есть те индивидуальные черты, отличительные особенности в традициях, которые не повторяются. Порой возникает желание узнать поближе разные культуры, глубже погрузиться в их сущность. Кажется, что нужно много времени, чтобы ходить на лекции и набираться знаний, но все может быть гораздо легче и удобнее. Оказавшись на одном мероприятии, можно узнать о нескольких культурах и свойственным их обычаям. К примеру, в РУДН прошла международная конференция молодых исследователей «Языки и культуры народов мира», посвященная Дню славянской письменности. Межкультурная коммуникация является важным способом самовыражения и взаимопонимания между людьми. И мне кажется, что достаточно целесообразно ее проводить именно в рамках Российского университета дружбы народов. Сегодня на конференции будут затронуты вопросы, которые посвящены билингвизму, транслингвизму, а также непосредственно самой межкультурной коммуникации. На конференции были представлены работы молодых исследователей. Свои доклады они посвятили аутентичному осмыслению и описанию культурных символов, оригинальных традиций, разных направлений искусства и языковых отличий. Для некоторых студентов участие в научном мероприятии стало постоянным. Я с желанием сама напишу доклады и с желанием хочу выступать на этой конференции. Потому что эта конференция, она очень интересная. Потому что есть конференции, которые более формальные, а вот эта конференция, она более дружная. То есть можно своими словами что-то говорить. Тут можешь познакомиться с культурами других народов. Вот поэтому желание было выступать. Помимо прочего, был выработан междисциплинарный подход к этническим вопросам, межкультурных и межъязыковых взаимодействий. Кроме основных, также обсудили дополнительные темы. Русская ино-национальный билингвизм. Русский как язык международного и делового сотрудничества. Традиции гостеприимства народов мира. Языковые процессы и языковая политика в постсоветских странах и мире. С докладами выступили представители России, Украины, Болгарии, Казахстана, Таджикистана, Мадагаскара, Бенин и многих других стран. Самое главное – это слышать, это информация. Если это знание, человек без знания – это очень плохо. Человек без информации, знания – это очень плохо. Если мы слышим, мы в курсе. И нам надо пытаться изменить что-то. Потому что мы говорим о том, чтобы менять. Если это хорошо, это хорошо. Если это плохо, это плохо. Надо изменить. Мне было очень интересно участвовать на этой конференции, потому что я издалека приехала и подумала, что почему бы не разговаривать о своей культуре. Культурный обмен всегда будет способствовать интеллектуальному развитию и обретению новых знаний, которые могут пригодиться в любой, даже самый неожиданный момент. Телевидение РУДН. Новости.